Приветствую вас! Я прочитал ваш вопрос и первое, что мне бросилось в глаза, это то, что вы не задаете никакого вопроса сами. То есть вы просто перечисляете какие-то определенные обстоятельства в своей жизни и все. То есть какого-либо вопроса вы не задаете. И это первый момент. Какую помощь вы хотите получить? В чем ваш вопрос? Понимаете, постановка вопроса с вашей стороны, это очень важный момент для понимания того, какая у вас проблема. Потому что вопрос можно поставить так. Почему, например, мужчина так себя ведет? Вопрос можно поставить так. Что мне делать? Вопрос можно поставить так. Как мне выйти из этой ситуации? Вопрос можно поставить так. Правда ли он меня любит? И так далее. Понимаете? Но мы не можем знать, какой именно из этих вопросов вас волнует. А нам все вопросы отменить очень долго получится по временам. Поэтому я думаю, что вам нужно понять для себя главное. А именно, что мужчина ваш действует достаточно телеустремленно. Мужчина ваш действует достаточно осознанно. И ленивое поведение свое, скорее всего, не взять не будет. Просто потому, что он действительно считает, и это его право. Он действительно считает, что он поступает верно. Ну вот, считает человек именно так. Что здесь, как говорится, по делу. Другое дело, как вы сами оцениваете себя в этой ситуации. Другое дело, как вы позиционируете себя. Вот это куда более важно. Например, вы по какой-то причине идете на поводу у этого мужчины. Вы по какой-то причине считаете, что мужчина вправе так себя вести. По какой-то причине вы полагаете, что он имеет полное право действовать таким образом. И совершенно не рассматриваете вариант, при котором вы могли бы от него уйти. Ну, например, почему вы повертывали своими детьми ради него? Это первый момент. Почему вы отдали своих детей своему бывшему мужу, да, твоему бывшему супругу. Сзади этого человека. Вы позволили своему мужчине вам их управлять. Вот у меня к вам и вопрос. Чем вы руководствуетесь? Понимаете ли вы, что таким образом вы по сути предаете себе себя? Понимаете ли вы, что таким образом вы предаете своих детей ради мужчины, которые, ну, не очень-то хорошо к вам относятся объективно и так далее. Ради чего вы это делаете? Так же, для корректировки вашего поведения, для более лучшего понимания вас, ну, и для понятия, почему вы расстались с тем мужчиной, со своим душевым другом. Чем был продиктован развод? И тогда будет ясно, как раз-таки, все, что вытекает именно из этого. То есть я хочу сказать, что именно из того, что вы развелись со своим мужем, вытекают все ваши текущие, по моему мнению, проблемы. И нужно определить эти проблемы, нужно разобрать их, потому что это очень важно. Мне представляется, что именно из-за этого, из-за того, что вы развелись со своим мужем, вы теперь переживаете подобные ситуации. Что это? Может быть, вы боитесь завтаться со дна, может быть, вам этот человек действительно для чего-то нужен. Неизвестный. Но нужно, чтобы вы сами для себя вот это определили. Здесь я солидарен со своим коллегой, который говорит вам довольно-таки правильные вещи, на мой взгляд. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Если честно, то предлагаю вам в дополнение к нему, в дополнение к вопросу, написать свой вопрос. Что вам все-таки нужно? Какой помощи вы хотите получить от психолога, если, например, вы не рассматриваете возможность личной консультации? Если, например, вы не рассматриваете актуальной для себя именно терапии непосредственно с человеком. Потому что, ну, если у вас есть самооценка, и явная зависимость от него, и проблемы с будущим людям, то все это, скорее всего, у вас родительский сценарий из детства. Но это все нужно разбирать, чтобы видеть полную картину. Вот так вот по одному сообщению и по краткому описанию, даже не вас, а ситуации, в которой вы оказались, нельзя сделать какие-либо выводы, к сожалению. На этом все. Надеюсь, помог вам, если какие-то вопросы остались. Пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.